Друзья, приветствую вас, это YouTube 24-го, это я, Ирина Узлова, и сегодня в гостях у нас уже традиционная, практически еженедельная, Мухтар Аблязов, казахстанский предприниматель, политик, а также лидер движения «Демократический выбор Казахстана». Мухтар, здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте. Друзья, спасибо. Мы слышали, ну и действия по расширению участности были предприняты. Что мы должны понимать по прошествию этого саммита и насколько члены этой организации, инвестиционного клуба, грубо говоря, могут действительно какую-то конкуренцию создавать Западу? Какие риски мы должны учитывать? Прежде чем ответить на эти вопросы, я хотел бы воспользоваться эфиром, Ирина, и вчера в Украине праздновали День независимости. Я хотел бы поздравить Украину, украинцев с Днем независимости, пожелать победить в этой жестокой войне. Я уверен, что итоги войны будут таковы, что та империя, которая сейчас существует, она все равно развалится, во-первых. Во-вторых, я представляю Казахстан и хочу сказать, что когда произойдет в том числе падение режима Назарбаева в Казахстане, мы приложим все усилия, чтобы помочь Украине восстановиться после этой войны. Я уверен, что между нашими странами, Казахстаном и Украиной, будут налажены очень сильные торговые, культурные, любые другие отношения. И я рад, что сегодня я делаю свой плат, чтобы эта империя, которая сейчас напала на Украину, в конце концов была разгромлена. Мухтар, я вам дуже дякую від свого имени и від имени коллег та украинського народу за цю підтримку, за ці слова и за вашу позицію. Спасибо вам. Спасибо. Я здесь хотел бы по поводу БРИКС сказать буквально ряд, скажем, комментариев. Дело в том, что, я думаю, многие не очень хорошо понимают, что такое БРИКС. Это по названию, это можно просто расшифровать, это политический на самом деле союз. Бразилия, Россия, Китай, Северная, точнее Южная Африка и Бразилия. По-моему, я в Сибири сидел. БРИКС. Бразилия, Россия. Индия, Индия. Что я хотел бы по этому поводу сказать. На самом деле БРИКС это больше политический союз. БРИКС не имеет отлаженную систему, такую, как, например, в Евросоюзе, когда государство Европейского союза, сейчас 27 государств, имеет единое правительство и имеет общее законодательство, которое, по сути дела, стоит над законами каждой из стран, который входит в состав ЕС. БРИКС это создан как альтернатива, скажем, ряда стран, которые считают, что якобы формируется однополярный мир, и они, эти страны, не согласны с этим, объединяется некий политический союз. Вот, в частности, БРИКС. И если его посмотреть, его состав, то в целом, конечно, в большей степени, если посмотреть там, зная, что там Россия, Китай, это авторитарные страны, несколько, скажем, другие страны, как Бразилия, конечно, нельзя сказать, что авторитарная страна, ну, скажем, с точки зрения ее демократического развития, тоже есть много вопросов. В следующем году состав БРИКС намеревается вступить, в 2024 году, такие страны, как Эфиопия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, и вот если этот состав посмотреть, то фактически это авторитарные страны. То есть здесь, по сути дела, определенная попытка объединиться тем силам, которые считают, что вопросы, скажем, пути развития, которые сейчас являются доминирующими в мире, это Америка и Европа, которые формируют основной воловой внутренний продукт планеты, вот этот путь якобы не очень сильно устраивает эти страны, как, в частности, участники БРИКС. Вот, и поэтому я, например, если посмотреть по факту, могу только следующее сказать, что это декларативный характер носит объединение БРИКС. В основном там или диктаторские страны, или, скажем, те страны, которые трудно назвать в полной мере демократическими, и в большей степени эти страны сотрудничают между собой на двусторонней основе. Ну, например, Россия с Китаем, Россия с Индией и так далее. И, на мой взгляд, ничего из себя серьезного эта структура не представляет. Это больше как политическое объединение. Если сравнивать эту структуру, например, БРИКС с G7, G7 это тоже, скажем, неформальная организация, куда входят ведущие страны, как ряд западных стран, как Великобритания, например, Германия, в южной части Азиасской, точнее, континенте Япония. Это семь стран, и эти семь стран, они вроде как бы встречаются, декларации всякие подписывают, но в итоге эти декларации становятся, скажем, работающими. Вслед идут сразу соответствующие договора между этими странами, идут деньги, и взаимодействие экономическое и политическое на всех уровнях. Это работающая система G7. В отличие от G7, БРИКС — это просто политически декларативная организация, не работающая. Поэтому я считаю, что какие-то заявления, они ничего серьезного не представляют. Более серьезно то, что представители этой организации сотрудничают между собой на двусторонней основе и действительно помогают друг другу, как, например, в частности, сейчас почти 90% экспорта, который идет танкерным флотом, покупает Индия и Дитай. Собственно, Индия тоже проявляет, скажем, оказывает, точнее, большую помощь России. Вот это является более, наверное, опасным, чем просто такие декларативные заявления. А вот Мухтар я тоже так думала, когда многие эксперты мне наши последние дни говорили, что это как раз больше экономическое инвестиционное объединение. Но, тем не менее, «Нью-Йорк Таймс» еще в первые дни съезда БРИКС вышла со статьей, что Путин, который по видеосвязи включался к членам-участникам организации, он как раз вообще отвлекал их внимание российско-украинской войной, ну, так сказать, отвлекал, притягивал к себе и клянчил о помощи, выпрашивал помощь, да, мы не продолжали помогать, как мы вот знаем с вами, действительно происходит, и обходить ему санкции, и, возможно, таки поставлять оружие, что Путин там свои интересы решал. Ну, помимо этого, мы слышали также заявления от Китая, Южноафриканской республики, ну, такие тоже ни о чем, но все-таки они звучали с полей именно саммита БРИКС о том, что они будут продолжать докладывать усилия для политического урегулирования мирного, как они называют, кризиса, нашу войну. Поэтому, какие здесь опасности могли быть офф-рекордс, какие договоренности могли тот же Путин, что он мог клянчить? Насколько нам надо опасаться от результата в этой сходке и двусторонних переговорах в рамках этого съезда? Я думаю, что наиболее реалистичная угроза – это две крупные страны, это участники этого БРИКСа, это Индия и Китай, которые сейчас фактически основные доноры российской экономики, потому что они, две страны, являются основными покупателями нефти. И, как сейчас расследователи показали, что ценовой потолок, установленный в размере 60 долларов за баррель на российскую нефть, обходится и Китаем, и Индией. Идут сверх 60 долларов доплаты за транспортные, любые другие услуги сверху. То есть в России фактически получают рыночную стоимость и достаточно высокую, относительно, например, 2021 года, высокую рыночную стоимость за свою нефть. А то, что они встречаются, скажем, на платформе, где-то политические делают различные декларации, конечно же, это опять показывает, что эти страны сотрудничают, взаимодействуют. Но на самом деле Индия все-таки в целом демократическая страна. И я считаю, что у Украины, и в первую очередь при поддержке Америки и Европы, есть большие возможности для того, чтобы Индия не сотрудничала с Россией. Я думаю, что в ходе этого разговора я готов пояснить, что я имею в виду. Но в целом, я думаю, что Бриск Прикс не представляет серьезной никакой угрозы, кроме вот этих двух стран, у которых реально есть все. Есть серьезные ресурсы. Индия, например, пятая экономика мира. Я все слушаю недавно по поводу того, что якобы у России застряли нефтяные деньги, порядка около 40 миллиардов долларов в Индии. И слышу на смешке, что рупии индийские, эти некие фантики, это очень, скажем, странные такие заявления, потому что нужно просто загуглить и посмотреть. Индия пятая экономика мира, впереди Великобритания. У нее, ее валюта рупий, высоко конвертируемая валюта, есть определенные ограничения, которые российские компании легко преодолевают. Поэтому, если говорить о угрозах со стороны Бриск, я считаю, что вот две страны, они основные, которые представляют реальную угрозу для Украины, усиливают Россию. И одну из них, Индию, можно оттуда вырвать. Вот как раз давайте тогда уже поговорим, как ее вырвать, какие точки соприкосновения, мотивации, бенефитов могут найти Запад и Индия, что могут предложить друг другу. И насколько этот разворот тогда Индии от России станет катастрофическим и, по меньшей мере, неприятным для России? Индия, если вот посмотреть, например, 2021 год, покупала российская нефть, доля в общем импорте Индии была порядка 2%. Ну, ничтожная доля. Сейчас разные оценки есть, но по маю я видел, что доля в импорте российской нефти выросла почти до 50%. То есть, произошел резкий объем роста. Тут и еще я хотел бы, чтобы вы понимали, что на самом деле происходит. Индия где-то в январе 2022 года поставила порядка чуть более 1 миллиона баррелей нефтепродуктов в Европу. Это в основном дизель и керосин. А если посмотреть этот год, по-моему, апрель где-то 2023 года, по-моему, уже свыше 7 миллионов. То есть, семикратно вырос объем поставок нефтепродуктов Индии в Европу. И все это произошло за счет российской нефти. И это основное. Это основное то, что помогает России. И здесь надо понимать следующее. Индия, в принципе, в целом демократическое государство. Это крупное государство. Население свыше полутора миллиардов. У Индии огромные противоречия с Китаем, приграничные споры. Даже вплоть до того, что ряд индийских компаний не хотят работать, проводить сделки с Китаем в их национальной валюте, в юане. И поэтому надо понимать, что с учетом того, что это в целом демократическая страна, основной торговой оборот идет с Европой, с странами западного мира. И это является, скажем, рычагом воздействия на Индию. Если Индия, скажем, вернется на исходные позиции порядка 2%, а может быть даже меньше, будет закупать нефти в России, а это возможно в том случае, если Америка и Европа предложат какие-то компенсационные механизмы. Очевидно же, что западные страны оказывают широкомасштабную помощь Украине, военную помощь, экономическую помощь, во-первых. Во-вторых, в результате этой войны страдает экономика и Европы на в целом год свыше триллиона долларов убытки. И поэтому, если экономически задушить Россию и принудить, чтобы война завершилась, этой триллионы убытки, они будут, скажем, отсутствовать. Вот цена вопроса. Поэтому здесь нужно с Индией договориться на экономическом интересе, чтобы они просто получили компенсацию. Я планирую на следующей неделе опубликовать подробно весь механизм, как это можно сделать и так далее. Это в одном коротком эфире, наверное, будет не очень удобно все это пояснять. Но Индию вырвать из этого болота можно, потому что объем торговли именно нефтью был незначительным, всего лишь 2%. А с Китаем, конечно, сложнее. Это следующий этап. И это следующая наша тема. Друзья, пока я тоже пользуюсь возможностью, рекомендую вам подписываться на YouTube Мухтара Аблязова. Его легко очень можно найти. Вот так и вбивайте, и найдете. И на Telegram, кстати, Мухтара. Мухтара Аблязова. Войне в Украине. Так он там называется. Большими буквами я сама читаю. Там интересная аналитика, публикации, перевод. Поэтому, пожалуйста, если вас интересуют наши темы, милости просим. Китай. Китай, Мухтар, также мы всегда с вами обсуждаем. Китай говорит, с экономикой все нормально. Эксперты, конечно, говорят, что, наверное, не очень нормально. Но Си Цзиньпинь в рамках и саммита БРИКСа говорит, все у нас хорошо, китайская экономика устойчива. Тем не менее, в процессе дефляции там наблюдаются. По крайней мере, пишут аналитики. В то же время мы видим, что Telegram вышел со статьей на этой неделе, где говорится о том, что этот нейтральный Китай все-таки поставляет России помощь. О чем мы с вами неоднократно говорили. Военную в том числе. И, значит, что происходит? Насколько ослабление экономики Китая может попрепятствовать этой помощи, которую они предоставляют Российской Федерации? Будет ли иметь это какой-то эффект? И что вообще происходит вокруг этого содействия, как будто бы нейтрального Китая и совсем не нейтральной, агрессивной России? Прежде чем по Китая откомментировать, я, в принципе, хотел бы сказать следующее. Сейчас немало появляется различных аналитиков с высокими званиями, профессора и так далее, которые пророчат большие, скажем, катаклизмы в России, ссылаясь на слабость рубля, ну и другие проблемы, связанные с санкциями. Если задать им прямой вопрос, а когда это произойдет, я думаю, что эти профессора в результате разных аргументаций скажут, что это такой период 10-20 лет. А ситуация такова, что в Украине нужно как можно быстрее побеждать в этой войне, и 10-20 лет — это какой-то фантастический период. Даже 5 лет — это много. Поэтому, в первую очередь, мне кажется, нужно смотреть на сроки. Когда мы говорим о ситуации, что такие катаклизмы наступят через 10 лет, это уже неинтересно. То же самое по Китаю. Возвращаясь к Китаю. Я вижу разные оценки, что есть разные проблемы в экономике, но я могу сказать, что они проблемы в динамике, которые можно разрешать. И, в принципе, Китай за последние 20-30 лет показал, что такого рода разные проблемы, которые возникали, их правительство было в состоянии решать. В целом, сейчас прогнозируют, что рост экономики на уровне 3,7%, около 4%. Это немаленький рост экономики. Конечно, ранний Китай рос непрерывно, по-моему, более 10 лет, 12% в год, но тем не менее. Так вот, если считать, что ситуация для Украины такова, что нужно побеждать в ближайший год 2-3, я даже 2-3 говорю, что, честно говоря, у меня же на рельс слух, мне трудно представить, что столько можно воевать. Поэтому ориентироваться, что у Китая плохая экономика, не стоит. Надо четко осознавать, что у Китая все возможны для оказания полномасштабной помощи. Вот в Телеграф, в частности, расследование написал, что по прошлому году они поставили 6 вертолетов, тысячу беспилотников, различные комплектующие, также они поставили необходимые металлы, по-моему, для авиации, для оборонной промышленности и так далее. Вот такого рода факты говорят о чем? Что Китай помогает России, Китай союзник, первое. Тот факт, что Китай покупает в больших масштабах нефть и по этому году еще пойдут проекты с октября месяца, уже будут поставки газа через Центральную Азию. То есть фактов, то, что Китай помогает России, что Китай союзник предостаточно. И знаете как? Меня что тревожит? Меня тревожит, когда серьезные люди, вроде представляющие, скажем, политическую позицию Украины, они сначала говорят, что Китай имеет особую позицию, Китай не будет помогать России. Потом вылезают эти факты, что Китай на самом деле оказывает полномасштабную помощь. И я сам лично показывал вам на видео, что караваны не учтенных грузов транзитом через Казахстан. Вот покажите, пожалуйста, эту карту, которую я сейчас... Да, вот мы немножко раньше ее предоприезжаем. Вот, да, вот эта карта. Видите, желтым Китай, синим Казахстан. И видно, что это наиболее удобный способ географически через Китай поставлять грузы самого разного назначения в России. Через Казахстан. Именно через Казахстан. Проблема в том, что я очень много слышу и о том, что идет поиск и доказательств, что Китай поставил ли военное снаряжение. Что называется, надо схватить за руку. Да, да, да. Да, но это на самом деле даже не нужно делать. Мы по-крупному даже видим, да. Самое главное что? Самая главная экономика. Если успешная экономика обладает достаточными ресурсами, то такая экономика в состоянии финансировать военные действия против Украины. И вот в этом смысле мы прекрасно все знаем. Есть уже данные Безнародного валютного фонда и других институтов западных, которым можно доверять. Есть официально открытые источники собственно самих государственных органов статистики России. Мы видим, что экономика растет. И разные прогнозы показывают, что будет расти на уровне 2% в год. Этот рост обеспечивает и позволяет возможность России финансировать войну. Это самая главная проблема. Не нужно искать никакие танки или какие-то броневики, которые поставляет Китай. А он все равно поставляет, вот уже Телеграф показал, что он поставляет, дрон и все прочее. То есть фактически поддерживая, помогая поддерживать на плаву российскую экономику, покупая нефть, газ и все прочее, а импорт в этом году со стороны Китая увеличился на 73%. Общий товарооборот вырос за первое полугодие на 36%. Вы видите, то есть просто достаточно эти цифры увидеть и не нужно искать никакие бронежилеты, ни танки, ни ракеты, а увидеть, что Китай помогает России масштабно. Вторая экономика мира вливает гигантские ресурсы. Понимаете? Я когда слышу со стороны ответственных чиновников Украины о том, что нет доказательств, что Китай помогает прямо, и меня, честно говоря, это удивляет. Китай прямо помогает по всем статистическим данным. Покупает нефть, поставляет экспортные различные товары, которые позволяют поддерживать экономику России, России финансировать военные нужды против Украины. Этого достаточно. Поэтому Китай это на самом деле не является какой-то нейтральной страной. И получаются вот такие выводы. Сегодня Китай плохой, завтра хороший, потому что он сделал заявление, появился на этом саммите, так называемого, глобального юга. Столько восторгов, Китай появился. Потом выясняется, что Китай проводит какие-то совместные учения с Россией, Китай снова плохой. То есть это непоследовательная позиция по отношению к диктаторским странам. А суть очень простая. Диктаторские страны помогают диктаторским, они их союзники. Демократические страны с демократическими. Когда ты четко делишь, структурируешь, ты уже можешь даже, скажем, не сильно под микроскопом искать, какой танк через какую щель пролез. Ты уже заведомо знаешь, что помощь будет есть. И данные уже открытые есть. Вот они, экономические показатели. Рост экспорта, импорта, товарооборот. Основные объемы нефти покупает в России Китай. И поэтому нужно четко понимать, что до тех пор, пока это не будет перекрыто. Вот, в частности, я хотел бы вам еще раз, извините, попросить вас карту показать. Да, 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 конечно, мы покажем. Вот, Мухтар, министр иностранных дел Германии, Аналина Бербах тоже говорит, что санкции должны были иметь экономические последствия, но учитывая, что это логика демократии в таких автократиях и в их сотрудничестве, это немного не работает и хромает. Вот что мы должны понимать? Сейчас показываем карту и как это исправить? Вот, давайте посмотрим на карту. Вот видно, что Казахстан и вот сейчас частично Кыргызстан играет ключевую роль в обеспечении поставок различных товаров не только двойного назначения, но и гражданского характера, что очень важно. Это позволяет функционировать российской экономике. Вот если Казахстан выбить из этого процесса, у Китая сразу теряется возможность помогать России так масштабно. Мы понимаем, что у Индии реальности демократии страна есть инструменты, как договориться с этой страной, но мы должны понимать, с учетом того, что Китай авторитарная страна, она будет делать такие же заявления, эта страна, так же, как Путин говорил, мы не будем нападать на Украину, но напал. Китай будет делать аналогичные заявления, но будет помогать. И вот если Казахстан из этого процесса отваливается, то у него остается у Китая единственный путь. Прямые поставки прямо открыто засвечиваются, сейчас он прикрывается за счет того, что идут поставки транзитом через Казахстан, вроде отгружается в Казахстан, вроде Китай не при делах, они могут делать дипломатические заявления, но как только Казахстан выбивается из этого процесса, Китай лишается такой возможности, тогда ему нужно открыто, что называется, говорить, да, я поддерживаю Путина со всеми вытекающими последствиями. Сейчас западные страны работают именно в том формате, который сказала министра иностранных дел, они уговаривают, они убеждают. То есть такого рода инструменты против диктаторских стран, уже мы знаем из практики, Украина тем более на себе это испытала, это не работают. Против этих стран нужно применять серьезные санкции. Вот в частности, каким образом Китай выбить из этого процесса, так, чтобы не было возможности так масштабно помогать. Это персональные санкции против первых руководителей Казахстана, которые организовывают все такого рода поставки, организовывают помощь, прямые поставки, формируют инфраструктуру, продают промышленные сейчас предприятия, которые производят военное снаряжение, ремонтируют. То есть это очень географически Казахстан так выстроен, что через Казахстан можно проводить все эти операции, что и происходит. И вот министр иностранных дел правильно говорит, что вот скажем, то самое демократическое мышление в случае с авторитарными странами не работает. Именно поэтому санкции неэффективны. Уговоры бесполезны. Нужно четко структурировать. Это демократические страны, это диктаторские и с ними нужно работать совершенно по-другому, действовать очень жестко. Да, необходимости персональных санкций мы с вами не единожды говорили. Действительно, пока мы не видим результаты, но будем учитывать, что вода камень точит. Будем надеяться на это. Соединенные Штаты Америки ввели санкции против одной из компаний Казахстана. Наконец-то такие, но это только лишь одно. И почему этого недостаточно? Но может ли этот случай повлечь очереду других таких, скажем так, этапов внедрения, введения санкций? И какие должны быть в частности и тех, кто в Казахстане помогает обходить России санкции? Ну вот, американцы действительно ввели санкции против одного предприятия, который, скажем, владелец, который там поставками в Северную Корею занимался, там еще ряд других компаний. Это компания Пустышка. В прошлом году такие же санкции были в 23-м году против компании из Узбекистана в 22-м году. И их можно создать миллионы, в том числе и в Казахстане. То есть Америка и Европа и, к сожалению, и Украина идут старым путем, неэффективным. То есть сами признают, что санкции не работают, но очевидный путь, как сделать так, чтобы санкции работали, не применяют, не идут этим путем. Под эгидой, что мы не хотим портить отношения, ну, я, опять же, извините, вернусь к этому примеру. Ну, хорошо, санкции до этого подписал Зеленский против двух предприятий в Казахстане. Вот буквально чуть больше месяца назад. Ничего не изменилось. Ничего, да. И здесь тоже ничего не изменится. Четыре компании в Казахстане получили санкции, тоже ничего не изменится, потому что они сразу 400 новых зарегистрируют. Здесь нужно смотреть, и мы об этом все время говорим, пишем, выступаем, как эксперты, и европейских структурах, и в американских. Я надеюсь, это в конце концов приведет все-таки не в простом осознании, а в таком осознании, когда будут применены действия. То есть нужно применять санкции не по каким-то пустышским компаниям, а по тем людям, которые, используя возможности государства, полномасштабно оказывают помощь. Персональные санкции. И это, кстати говоря, легче сделать. Если секторальные санкции по нефтяному сектору, это проблемы, нефти на рынке будет меньше. По финансовому сектору это будут проблемы, наверное, у людей, большого количества людей. А когда персональные санкции, четко выявленные люди, которые организовывают масштабные действия по помощи России, это проще всего, их узкий круг, ну, десяток. Вот, вот что не делается, к сожалению. Я думаю, что это возможно только тогда, когда та страна, которая больше всего страдает от этой войны, а это Украина, когда возьмет на себя лидерство в этих процессах, лидерство будет убеждать своих партнеров, что надо применить персональные санкции. Только тогда санкции будут работать. А сейчас идут уговоры. Украина, кстати, тоже этим занимается. Уговоры, дипломатические переговоры, встречи, это бесполезно. Это не поможет. Итак, подозреваю я, что не поможет еще Мухтар саммит Соединенных Штатов и Центральной Азии, который планируется в сентябре. И учитывая то заявление и ту схему, которую мы обсудили со стороны министра иностранных дел Германии Аналены Бербак, подозреваю, что и там, если будут уговоры, какая-то вот такая добрая мотивация, то это тоже ничего не даст. А для чего проводить вот эти саммиты? И насколько они, как вы тоже писали, могут даже затянуть время, на протяжении которого может помогать дальше вот такая диктатура России. Пока демократия старается уговорить и выстрелить вот эти намерения благими какими-то шагами, то те себе будут тихонько продолжать, а может и не тихонько, помогать диктатору. Смотрите, вы правы, ситуация такова, вот в сентябре будет на площадке Генеральной Ассамблеи ООН Байден собирает стран Центральной Азии 5 плюс 1. Это Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан. Кому это выгодно? Это опять выгодно Путину, потому что здесь будет опять соберутся эти 5 стран, они объявят то, что так называемые страны глобального юга в рамках ООН и Тране заявляли. Они говорили, что мы признаем суверенитет Украины. То же самое заявят эти 5 стран, подпишут протоколы, сфотографируются с Байденом, приедут в свои страны, скажут, нас Америка поддерживает, тем самым вызвав определенное уныние у граждан этих стран, потому что они-то видят, что эти диктаторские страны помогают России и Америка не оказывает на них серьезного воздействия. вот что будет. То есть это очередной раз Путин выиграет время, будут заявления, что вот видите, вот эти 5 стран тоже как страны глобального юга поддерживают суверенитет Украины. Ну, Иран тоже поддерживает суверенитет Украины, а шахеды Чи летают, залетают в Украину и бомбят Украину. То есть это просто бесполезное мероприятие, которое только помогает Путину. Понимаете? Только помогает. К сожалению. И поддерживают территориальную целостность и статут ООН, все это публично так хорошо декларируется, а по факту, видимо, к сожалению, другие действия. Знаете, Ирина, я что скажу? Проблема в том, что, опять же, я выступаю неким критиком, но в первую очередь только потому, что я хочу, чтобы Украина как можно быстрее победила и действовала более эффективнее, чтобы здесь меня понимали. Я хочу сказать, что вот совещание, вот якобы страны глобального юга, там 40 стран собрались, они продекларировали суверенитет Украины, территориальную целостность. Это они в рамках ООН говорят. Сейчас соберутся еще 60 стран, будет 100, в рамках ООН около 200 стран, они и так заявляют. И будет, скажем, фанфары, друбеж, что вот, видите, Украину поддерживают. Не будет никакого результата. Здесь то же самое. Эти пять стран соберутся, заявят те же самые слова и в большей степени связано с тем, что, скажем, направление удара против тех, кто помогает России прежнее, дипломатическое давление, уговаривание, пожимание рук, едут депутаты, министры, приезжают в эти страны, фотографируются. А через год будет то же самое. Как, собственно, год назад мы предостерегали или говорили, что такая, когда говорил ДНР, ЛНР, типа не признал, это просто маневр. А столько было восторгов. И нож в спину садили, и атаган приключивали. Мы били тревогу, говорили, не обманывайтесь. Здесь то же самое. Все эти действия пятерки в Америке, встречи, они только во вред Украине. Глобальный юг, так называемые переговоры, это просто бесполезное занятие, к сожалению. До тех пор, пока Украина сама не начнет энергично действовать, не перестанет все эти делать дипломатические реверансы, то Китай друг, то не друг, то Эрдоган друг, то не Эрдоган, то не друг, то на двух, на трех стульях сидит. И пока не будет четкости, не будет выработана ясная политика, пока союзниками вместе согласованно эту политику Украина не будет проводить, так, к сожалению, и будет происходить. Просто победить, скажем, Россию, получив оружие, наверное, да, возможно, но для этого нужно увеличить бюджет, военный бюджет Украины в несколько раз. Это большая работа, но этого недостаточно. Нужно ослабить экономику России таким образом, чтобы воловой внутренний продукт упал минимум на 10%, а в реальности на 20%, чтобы российские предприятия останавливались, чтобы люди не имели работу, чтобы военные получали плохое снабжение. Вот где нужно действовать, а такого рода дипломатические действия, они долгосрочные, они просто опять приведут к общим заявлениям, что мы дружим с Украиной, уважаем суверенитет, но действий при этом не будет никаких. Ну да, мы же видим, что рубль они пока остановили, чуть ли не говорят, что укрепили, что оборонно-промышленный комплекс на территории Российской Федерации работает 24 на 7, в 3 смены, на 7 дней, неделю. Они собирали, когда приезжали также и представители Южноафриканской Республики, еще и собирали выставку «Армия-2023», где представители более 70 стран там были. То есть у них все это налажено и работает, пока не предприняты эти меры. Ну и налажено, и сейчас большая угроза двигается, тоже она структурируется, формируется новый резерв. Если, скажем, это энергично не пресечь, то ситуация будет глобализироваться. Многие не дооценивают и на Западе собственно само такую организацию, как ОДКБ. Да, она действительно ничего из себя не представляет, там только Россия. Но я хочу сказать, что вот, например, у вас, что называется, рядом с вами белорусы в сентябре проводят учения при поддержке неких сил ОДКБ. Что это значит? Это идет тренировка и завтра, если война будет затягиваться, она уже затягивается. В этот процесс включаются различные ресурсы и промышленные кооперации стран Центральной Азии, России, Беларуси. Это уже идет, уже военную технику ремонтируют, делают на территории вот тех стран, которые входит в состав ОДКБ. Во-первых. Во-вторых, не нужно забывать, что численность населения 80 миллионов человек Центральной Азии. В-третьих, нужно понимать, что эти страны богаты различными ресурсами, не говоря о том, что они соприкасаются географически с Ираном, с Китаем. Это еще с учетом того, что эти страны против Украины. Это еще дополнительные возможности. Вот сейчас в этом направлении идет работа. Для Путина 500 тысяч человек привлечь из Центральной Азии не проблема. 8 миллионов сейчас мигрантов живут в России. 8 миллионов, думайте, в цифру. Сейчас в России уже мы получаем сведения, что те люди, которые проживают на территории России, работают там, представители Центральной Азии, их фактически принуждают идти на войну в Украину. И вот 500 тысяч человек нанят за те деньги, которые сейчас платит Путин, вообще не проблема. Это страшная угроза. Да, в России много людей, так называемые. Но суть же не в этом. Суть в том, что когда он втянет в эту войну страны Центрального, Центрально-Азиатских государств, сразу ситуация глобализируется. То есть 80 миллионов раз, с другой стороны Китай два, там Иран три. И вот, пожалуйста, вам гигантская численность, обладающая серьезным военным промышленным потенциалом, который противостоит фактически Украине. Вот куда сейчас машина двигается. Понимаете? И в этом играет большую роль именно в первую очередь Китай. Не нужно считать, что Китай нейтральный. Радоваться, что он появился на этом саммите глобального юга. Все понятно. Китай противник Украины. Да, тут действительно все понятно. Будем над этим работать, будем дальше мы следить с вами Мухтарь, анализировать тоже, потому что когда владеешь всей полнотой реальной информации, то и противодействовать этому легче. Благодарю вас за сегодняшний разговор. К сожалению, чтобы, извините, чтобы не закончить все это на такой, скажем, печальной ноте, потому что я вижу часто комментарии очень грустные. Разные. Я хотел бы сказать следующее. Эта ситуация разрешима. И разрешима, я считаю, быстро. Понятно, что военная часть, я вижу, президент Зелецкий и политический руководство активно работает, обращается к соседним странам. Вот недавно поездки были по истребительной В-16. Это большой успех и очевидно, что Украина в этом направлении проведет большую работу и нужно добиться, чтобы бюджет военный вырос несколько раз. Это первое. Второе. Я убежден, что блокаду России можно сделать перекрыть на Черном море порты, договорившись с Турцией, у которой основная часть экономики торговля с Западом. Более 50% это западные страны. Поэтому, если Турция при поддержке Европы, Америки получит какие-то заверения со стороны этих стран, НАТО и так далее, поддержки, экономические, военные, любой другой, если будут перекрыты порты, грузы, это будет серьезный удар по экспорту российской нефти, импорту и так далее. Это первое. Второе, это вторая точка, это Казахстан, Кыргызстан. И тоже абсолютно реально. Персональные санкции, я убежден, 2-3 месяца интенсивной работы фактически приведут к гигантским проблемам российскую экономику. Гигантскую. Здесь нужна только решительность. Со стороны политического руководства Украины нужно понимание и убеждать своих союзников. Поэтому я здесь не настроен так, что как бы пессимистично. Я не считаю, что войну нужно длиться долгосрочно, если упереться в две точки. Первое, это военные поддержки, в этом направлении идет работа. Второе, убеждать Турцию и Казахстан должен быть выведен из этого процесса как помощник Путина. Тогда ситуация будет меняться стремительно. Вот я вижу два направления. Спасибо большое, Мухтар, вам за разъяснение, за вашу аналитику и за вашу работу. Рады вас. Будем видеть вновь. Всего доброго. Спасибо, до свидания. Благодарю вас, Мухтар Аблязов, казахстанский политик, предприниматель, был гостем моего эфира, с ним была я, Ирина Узлова. Друзья, спасибо, что были с нами. Поставьте, пожалуйста, лайк нашему разговору. Если вам понравилось, конечно, пишите свои комментарии, задавайте свои вопросы. В следующих программах мы постараемся найти на них ответ. Спасибо, что доверяете, берегите себя, верьте вооруженные силы Украины победим.